В преддверии праздничных мероприятий, а именно с 31 декабря по 5 января, сотрудники милиции Брестской области будут нести службу в усилийном режиме. В целях поддержания правопорядка особое внимание со стороны правоохранительных органов будет уделяться местам проведения торжественных мероприятий. В ночь с 31 на 1 будет осуществляться оцепление мест проведения турникетами либо лентами оградительными, будут организовываться контрольно-пропускные пункты для того, чтобы исключить пронос на места проведения мероприятий запрещенных предметов, не допустить лиц в сильной степени алкогольного опьянения. Отдельное предупреждение любителям фейерверков, салютов и других представителей мира пиротехники. Поджигая фитиль, к примеру, от петарды, следует помнить о риске этого мероприятия. Поэтому главное правило для поклонников в зажигательной прямом смысле феерии – устраивать пиротехническое шоу вдали от жилых домов и людей. Данные пиротехнические изделия необходимо применять на пустырях, подальше от жилых домов, как я уже сказал. Ну а за использование пиротехнических изделий есть предусмотрена административная ответственность в кодексе административных правонарушений. Здесь мы можем привлечь и по статье 17.1 мелкое хулиганство, а также мы можем привлечь по статье 23.48, это нарушение правил хранения и использования пиротехнических изделий. Если, как пример, взять статья 17.1, предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток, либо штраф от 2 до 30 базовых величин. Поэтому, чтобы не оказаться после грандиозной канонады в опорном пункте ближайшего отделения милиции или при обном покое больницы, следует соблюдать элементарные меры предосторожности. Придерживаясь этих нехитрых советов, вы сможете избежать неприятных последствий и провести новогодние праздники весело. Продолжение следует...